Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и у нас снова бумажки из стационара. Разберем мы навык стоп, за и против, и проверка фактов, соответствуют ли эмоции данной ситуации. Разумеется, все эти бумажки связаны между собой, и та первая, кстати, тоже, поэтому заходите в телеграм-канал, я скину туда сканы этих упражнений. Начнем мы с навыка стоп, он расшифровывается как столь, только шаг назад, осмотритесь и попытайтесь действовать осознанно. То есть, первое, это просто не реагируйте, второе, сделайте шаг назад из ситуации, подумайте, отпустите ситуацию и не позволяйте своим чувствам заставить действовать у вас импульсивно. Дальше осмотритесь, понаблюдайте, что внутри вас, что снаружи, и, сделав выводы, можно уже как-то реагировать на это. Далее нам предлагают взвесить все за и против, то есть, выписать все за и все против. Но это подходит не к импульсивным ситуациям, а к тем, которые вы можете хотя бы как-то отложить. То есть, если вы стоите в магазине, надо выдохнуть, выйти из магазина, подумать, и потом, если надо, если ваши все за и против что-то из этого перевесят, уже сделать какой-то вывод, идти обратно в магазин покупать какую-то вещь или ее не покупать. А это булка, и она пришла с вами поздороваться, и уже уходит. Далее у нас идет проверка фактов. Факты. Многие эмоции действуют результат наших мыслей и толкований событий, а не самих событий. События, мысли, эмоции. Наши эмоции значительно влияют на наши мысли о событиях. События, эмоции, мысли. Изучая мысли и проверяя факты, можно изменить наши эмоции. То есть, можно изменить восприятие своих мыслей, и из-за этого меняются ваши эмоции. Или изменить восприятие ваших эмоций, и из-за этого изменятся ваши мысли. Как проверять факты? Спросите себя, какую эмоцию я хочу изменить. Спросите себя, какое событие спровоцировало возникновение этой эмоции. Спросите себя, каковы мои интерпретации, допущения и предположения о данном событии. Воспринимаю ли я это как угрозу? Что самое худшее может произойти? В чем возможная катастрофа? Мои эмоции и или их сила соответствуют реальным фактам? Далее у нас идет вот такая вот таблица, которую я скину в телеграм. Ее надо заполнить, написать активирующее событие, время, дата, мысли, эмоции и что мы почувствовали. И сделать анализ. Далее у нас идут ошибки мышления. Допустим, черное и белое. Ну, это тип. Определение. Оценка ситуации самого себя или окружающих людей как полностью положительных или полностью отрицательных. Никаких промежуточных характеристик. И пример. Тоже надо написать пример. То есть, это я тоже скину. Вы, если хотите, можете распечатать и сделать дома самостоятельно. Преувеличение сверхобобщения. Самокритичные или критикующие других суждения, содержащие слова «никогда», «ничего», «все» или «всегда». Избирательность. Склонность игнорировать положительные события и концентрироваться только на негативе. Обесценивание. Оценка положительных событий как незначительных. Драматизация. Оценка возможных последствий исключительно негативным образом. Ненависть к себе, излишняя критичность, тирания. Критическое отношение к себе и окружающим. Использование конструкций типа «должен был», «не должен был». Домыслы. Высказывание негативных предположений в отношении людей, мыслей и мотиваций. Необоснованные выводы и прогнозы. Высказывание негативных предположений в отношении других людей или себя. Если так было раньше, так будет всегда. Чувства являются фактами. Ваши эмоции оказывают влияние на восприятие окружающего мира. Ярлыки. Оскорбительные высказывания в отношении себя или окружающих. Самобичевание. Склонность брать на себя ответственность за ситуацию, которую невозможно полностью контролировать. Пренебрежение своими потребностями. Если я хочу, чтобы другие меня любили, должен исполнять их желания. Пессимизм. Отсутствие мотивации. Предсказание будущего на основе прошлого опыта. Будущее на 100% зависит от прошлого. Пессимистичная оценка перспектив. То есть, здесь надо написать тоже примеры, которые у вас всплывают в памяти по поводу этого. Ну, мне, собственно говоря, тоже. На следующем занятии, которое мне надо было бы посетить, но я не попаду на него, у нас будет тотальное принятие себя. Но, но, эту бумажку я достану специально для вас. И мы с вами тоже это разберем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам мой сегодняшний макияж, потому что я делала его специально для вас. Если вам понравился этот видеоролик, пожалуйста, добавляйте его в свои соцсети, там, вконтакте, может быть, еще куда-нибудь. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, потому что я знаю, есть некоторые люди, которые смотрят мои видосики без подписки. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok